Терпеть зубную боль вынуждено уже несколько лет. В нашу программу обратилась москвичка, которая пытается добиться наказания для сотрудников частной стоматологии. После какой процедуры жизнь женщины резко изменилась в худшую сторону? И по зубам ли судится с такими клиниками? Репортаж в рубрике «По вашему заданию» подготовил Андрей Романов. Москвичка Наталья Морозова редко улыбается. Во время разговора смотрит в сторону. Скрывает от собеседника зубы, которыми её наградили в одной из частных клиник столицы. С пациентки стоматологи взяли почти 300 тысяч рублей. Одна коронка на нижней челюсти отстаёт на 4 миллиметра. Врач признаёт, что она установила её неправильно. Через месяц 13 коронок на верхней челюсти. Также образовался, видимо, эстетический дефект. С тех пор прошло почти 6 лет. Вот так теперь выглядит обещанная голливудская улыбка. Наталья Морозова постоянно страдает от зубной боли. Жалуется, что испорченные зубы уже не спасти. Мол, 9 передних придётся удалять. Всё это время в клинике обещали сначала исправить дефекты, потом заверяли, что вернут деньги. Наталья до сих пор хранит аудиозапись разговора с руководителем стоматологии Андреем Кузнецовым. Эта беседа состоялась в 2013 году, но денег Наталья Морозова так и не увидела. В аналогичной ситуации без денег и с зубной болью оказался и житель Подмосковья Виталий Леонидов. Вот этот зуб очень сильно давит на этот зуб. Постоянно вот этот зуб болит. Чтобы обзавестись стройным рядом сверкающих зубов, мужчине пришлось продать автомобиль. Вот только улыбаться ему теперь совсем не хочется. Были зубы очень большого размера, можно сказать, лошадиные. Они цеплялись друг за друга, нижняя челюсть цеплялась за верхнюю. Когда наша съёмочная группа отправилась в клинику, оказалось, что врач намерен не исправлять ошибки, а бегать от неудобных вопросов. Вы сейчас будете уходить от нас, убегать, закрываться? В туалете закроетесь? Аналогично диалог со стоматологом не складывался. И у Натальи Морозовой. В надежде найти справедливость, женщина отправилась в суд. Но служители Фемиды раз за разом вставали на сторону врачей. Те, похоже, настолько уверены в собственной правоте, что даже не пришли на апелляцию. Решение Останкинского районного суда города Москва 19 октября 2018 года оставить без изменения апелляционную жалобу Морозовой без вредотворения. В очередной раз суд решил, что в испорченных зубах нет вины стоматологов. Наталья Морозова уверяет, врачи ввели служителей Фемиды в заблуждение. Мол, экспертизу по делу проводили на основе карты, которая якобы принадлежит другой женщине. В той карте, которую я вам показала, ясно видно, что у женщины отсутствует три нижних крайних зуба. На слепке видно, что у меня есть крайний зуб, что у меня нет только одного зуба. Такие расхождения, считает Наталья Морозова, возникли, потому что врачи могли подделать медкарту. Якобы данные вносили по памяти. Вот и допустили ошибку. Вместе с Натальей отправляемся к месту работы стоматологов. Вот эта женщина вам знакома? Я вообще её первый раз вижу. Руководителя, как часто бывает в таких случаях, на месте не оказалось. По телефону Андрей Кузнецов объяснил, почему не может вернуть деньги. А почему деньги-то не вернули человеку? Потому что они не пролезли, а сбалдели. А, то есть вы взяли чёрным налом с неё? Нет, не правда. Неужели в стоматологии не брезгуют чёрной бухгалтерией? Мы отправились по другому адресу, в ещё одну клинику, где Андрей Кузнецов также числится руководителем. Едва наша съёмочная группа подъехала к стоматологическому кабинету. Он по распоряжению руководителя Андрея Кузнецова превратился в неприступную крепость. Двери закрыты. Приём пациентов, судя по всему, отменён. А в окнах погас свет. И это несмотря на то, что сейчас на часах 18.00, а работать стоматология должна до 20 часов. Странное поведение коллег опытные стоматологи, конечно, не комментируют. Но советуют Наталье Морозовой пройти дополнительное обследование. Неправильное протезирование может провести прогрессирование, потому что идёт перегрузка сустава. Зубы удаляются при разрушении коронки зуба. Если невозможно, восстановление зуба. Не лишним будет и повторное обращение в правоохранительные органы, говорят специалисты. Если она считает, что в рамках гражданского отдела были сфальсифицированы доказательства, она может написать заявление в правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела. Тем временем зубным делом уже заинтересовались в Следственном комитете. Клинику и её руководителя ждёт серьёзная проверка. Андрей Романов, Александр Терехов, Екатерина Побыкова. Вести. Дежурная часть.